Сегодняшний урок закаливания у трёхлеток, как всегда, начинается с разминки. Всего 2-3 посильных упражнения, чтобы разогреться, и скорее воду. У этого детского сада в Крылацком большой четырёхзначный номер 1671. Но и дети, и их родители называют его теремок. В нём и впрямь есть что-то сказочное. Это детский сад будущего. Сегодня в Москве их всего 16. Таких садов яслей с бассейнами, спортивными и танцевальными залами. И именно потому, что их мало, на них ложится особая нагрузка. Здесь опробуются новые методы и рекомендации по воспитанию здоровых закалённых детей. Надежда Михайловна, вот уже год Вы занимаетесь с ребятами по этой программе закаливания. Можно уже говорить о каких-то результатах для здоровья? О больших результатах говорить ещё очень рано. Тем не менее, посещаемость в старших и подготовительных группах у нас неплохая. И это мы достигаем за счёт, конечно, тех мероприятий закаливающих, которые мы ввели в нашем дошкольном учреждении. Вот сейчас мы были в группе. Сколько человек сегодня не вышло на занятия? На сегодняшний день здесь отсутствует всего 4 человека. Учитывая, что это, в общем-то, зимний период, это неплохо. Мы планируем, начиная с понедельника, вести плавание у детей ясельного возраста, начиная с полуторагодовалого возраста. То есть этого ещё не делает ни один детский сад Москвы? Насколько мне известно, то, конечно. К сожалению, дети у нас двигаются очень мало. И было бы неплохо, если бы вместо тихого часа они занимались в бассейне или в спортивном зале. То есть Вы считаете, что тихий час вообще не нужен по режиму? В старших подготовительных группах, это моё, конечно, личное мнение, желательно его отменить. Не правда ли смелая мысль? А может быть действительно давно пора пересмотреть старые рекомендации по режиму дня, закаливанию и физическим нагрузкам для дошкольников?